Выпусти ты его, Ешева. Весь дед, джиндит, джиндит, голова от него раскрутит. Летний турнир по скорочтению «Читай на время» продолжается. На площади у Центральной городской библиотеки состоялся второй этап соревнований. Он посвящен Дню памяти и скорби. Участники читают отрывки из сказки Константина Пауздовского «Похождение жука-носорога». Текст военный. Неоднозначная тема, но очень важная. Организаторы турнира предлагают зареченцам принять участие в трех номинациях. Индивидуальное чтение, командное чтение и семейное. Стать скорочеем может любой желающий. Правила очень простые. За одну минуту прочитать как можно больше слов из предложенного текста. На конкурсе по скорочтению я прочитал 52 слова. Я в одном учебнике прочитала стихотворение почти по половину этого учебника. То есть ты, получается, так подготовлен был к этому соревнованию? Ну да, это была уже подготовка. Когда читали, интересно, понравилось, что ребенок дарит подарки и тому еще, кто уходит на войну и так далее. Во втором этапе турнира по скорочтению «Читай на время» приняли участие 54 зареченца. В категории «Командное чтение» состязались семь сборных. В семейной номинации за победу боролись пять команд. За время второго тура состязаний горожане скорочей прочитали 6601 слова. Рекорд в индивидуальном чтении – 360 слов за минуту. Третий этап соревнований стартует 12 июля. Зареченцам предложат прочесть миф Древней Греции «Возвращение Арго». Алексей Лазаренко, Вячеслав Юртаев, телерадио «Компания Заречный».